Все. Запись есть. Но мы вот так вот будем видны немножко в уголочке. Ну, это нормально. Добрый день, дорогие друзья. На запись поставили. Неужели у нас сегодня все получится? Такая важная тема, да, дыхательная система. Сейчас, знаете, столько идет прямо в личные сообщения, Ира, как вот здесь, вот как вот здесь, вот что делать. Иногда продукт прямо не помогает. Что делать? Ну, вот потому что все дело еще в психосоматике. Сейчас нам Елена как раз про это расскажет. На чем нужно все-таки фокусироваться? Какие мысли точно убрать? И, ну, я думаю, что это быстрее поможет действовать даже нашим биологически активным комплексом. Это однозначно. Лен, пожалуйста. Да, мы, в принципе, поэтому и запустили этот проект, потому что все работает вместе в комплексе. То есть, как я уже неоднократно говорила, человек — это не только физиологическая структура, да, то есть человек — это не только тело. На самом деле, человек — это еще и духовная составляющая, энергетическая составляющая. И я бы даже сказала, что духовная составляющая, она более первичная, чем тело, потому что это дух входит в тело. То есть дух продолжает, душа продолжает свое путешествие очень продолжительное время. И то тело, в котором мы сейчас, это, скажем так, да, как временное пристанище, временная оболочка для души. Поэтому душа, на самом деле, даже первичнее. И поэтому, когда у человека не происходит исцеления, какими бы там средствами он не лечился, да, и официальная медицина, и народная, и так далее, то это всегда говорит о том, что нет выбора на уровне души, на уровне энергии стелиться. Потому что, значит, еще у человека есть в этой болезни какие-то духовные уроки, какие-то моменты, которые ему важно осознать. Потому что наше тело в процессе жизненного пути учится тоже, но учиться сюда, в тело приходит душа. И поэтому, да, душа, это как раз, в принципе, то, что мы говорим, психосоматика, это очень сопоставимо с душой, потому что это про эмоции, это про наши внутренние переживания, про наше внутреннее состояние, именно духовное, душевное, энергетическое, про то, во что мы верим, про то, как мы идем свой путь. И, конечно, когда мы с этой стороны тоже начинаем работать, то и наше физическое меняется. Потому что наше физическое изначально создано нашей энергией. То есть, вообще, в принципе, все, что есть вокруг нас, это просто энергия, любая. Я уже тоже об этом как-то говорила, еще раз повторю. Все, что бы вы ни взяли, просто вот бумажку какую-то, флайер, ваша рука, камень, стакан с водой. Если вы разложите это все и пойдете внутрь, вглубь, в суть этого, всего материального, что вас окружает, вы увидите, что все это состоит просто из какой-то энергии. То есть, это ученые уже тоже давно к этому пришли и приходят, что на уровне изначальном это все энергия, да, там кварки, протоны, нейтроны и так далее. И поэтому мы работаем с тем, как эта энергия работает. То есть, меняя эту энергию, меняя то, как происходит эта энергия, мы можем поменять и физическое составляющее. Я уже говорила, что у меня в практике таких примеров много, когда просто после одной сессии у человека на физическом уровне прям происходит какое-то изменение. Например, там уходит киста, происходит беременность, уходят какие-то еще там моменты. Сахар понижается тоже один из недавних там примеров, да, там, или еще что-то. То есть, все это на самом деле, безусловно, влияет. Ну и, конечно, тело поддерживать, питать его правильно, напитывать его, очищать его правильно, это тоже составляющая, да. То есть, как я говорила, сказала вначале, что мы состоим из разных частей, у нас есть разные аспекты. И физическое – это тоже один аспект нашей жизни, о котором также важно заботиться, как и о душевном, как и о ментальном. Хорошо, давайте сейчас перейдем непосредственно к дыхательной системе. Это такое было вступление небольшое, просто чтобы напомнить, почему мы вообще собираемся, что мы вообще тут делаем. И сейчас перейдем к дыхательной системе. Я также хочу опять вначале вас пригласить к тому, чтобы, если у вас есть какие-то вопросы, чтобы вы не стеснялись, их задавали. Если что-то непонятно, чтобы вы спрашивали, потому что я буду пояснять либо прямо сейчас в процессе, либо, например, потом позже могу ответить. Но, пожалуйста, если у вас какие-то есть вопросы по сегодняшней встрече, пишите, задавайте. Либо, если вы смотрели предыдущие встречи, у вас тоже появились вопросы, пожалуйста, я вас очень призываю, приглашаю не оставаться наедине с этими вопросами, а писать мне, писать в чат, писать Ирине, чтобы мы с этим, с тем, что у вас... В чем у вас вопрос, чтобы мы с этим тоже разбирались. Итак, дыхательная система. Дыхательная система, немножко про анатомию, как обычно. На самом деле, наша дыхательная система, она начинается у нас с наших носовых пазух, потому что чаще всего все-таки правильнее, это когда мы дышим носом, а не ртом, хотя через рот мы тоже можем дышать. И уже здесь начинается некий процесс. И далее наша дыхательная система идет, то есть воздух через дыхательную трубку проходит в бронхи, проходит в бронхиолы, дальше идет в альвеолы, но на самом деле на этом, на легких наш дыхательный процесс не заканчивается, потому что после того, как воздух попал в легкие, он попадает в кислород из легких. То есть мы в основном используем кислород для дыхания, например, растения наоборот используют углекислый газ, выдыхая от кислорода. У нас на Земле так интересно все устроено, что кому-то углекислый газ нужен, а кому-то нужен кислород. И кислород из наших альвеол попадает в кровоток, он попадает в мельчайшие-мельчайшие капилляры, которые окружают альвеолы. Из этих капилляров кровь, насыщенная кислородом, идет в сердце. А уже из сердца кровь, насыщенная кислородом, распространяется по всему телу. Опять же, доходя через мельчайшие кровеносные сосуды, до клеток, до всех тканей. И в тканях кислород уже переходит в клетки. И происходит клеточное дыхание, когда клетка насыщается кислородом. Потому что при помощи кислорода в клетках происходят различные химические процессы, которые нужны для повседневной жизнедеятельности. Поэтому можно сказать, что мы, как тело, дышим, но на самом деле наши клетки тоже дышат. То есть каждая наша клеточка, она тоже дышит. Просто у нее этот процесс немножко по-другому выглядит. Кислород через оболочку клеток попадает внутрь, там происходят химические процессы. И результат этих химических процессов, то есть то, что нужно клетке, она взяла. Но потом в процессе у нее образуется, скажем так, побочная какая-то продукция, когда она произвела химическую реакцию. И потом она выдыхает. То есть клетка выдыхает углекислый газ. Я говорю так утрированно, более простым языком. Конечно, если расписывать эти процессы, они там более сложно выглядят. И потом нужно этот углекислый газ, который клетка выдохнула, вывести из тела. И это происходит опять же через кровеносную систему. Кровь собирает углекислый газ из клеток и ведет их уже по венам. То есть если кислород идет по артериям, то углекислый газ обратно возвращается по венам. Для этого есть две системы. То есть два пути, не по одному и тому же пути. По одному кислород приходит, по второму возвращается углекислый газ. Углекислый газ возвращается обратно в сердце сначала. Сердце очень тесно связано с легочной системой. Я потом объясню, почему это важно, почему я это все проговариваю. И потом из сердца уже вот эта кровь, которая уже насыщена углекислым газом, который телу для жизнедеятельности не нужен, а наоборот телу надо от этого освободиться. Из сердца опять по венулам кровь поступает обратно в легкие, обратно к альвеолам. И из альвеол она поступает обратно, да, то есть в бронхи. И мы делаем обратный процесс идет, да, то есть мы делаем выдох. Представляете, какая уникальная, сложнейшая конструкция, каким уникальным образом устроено наше тело, если за момент вдоха и выдоха происходит столько всего. Да, мы всего лишь делаем вдох. Прямо сделайте сейчас вдох. И мы, в принципе, сразу же практически готовы сделать выдох. Мы можем, конечно, сделать паузу, но в любом случае, через какое-то время нам захочется и нам необходимо будет сделать выдох. И уже в этот момент, на самом деле, когда мы вдохнули, мы вдохнули что-то новое, какую-то новую энергию. Потому что воздух это тоже энергия. И представляете, как быстро, да, произошел этот процесс, и вы уже готовы сделать выдох. Просто задумайтесь о том, как уникально ваше тело, как уникально даже только вот этот момент. Не говоря уже о миллионах, миллиардах процессов других, которые одновременно происходят в вашем теле. И о которых вы даже не задумываетесь, потому что оно все настроено автоматически, оно все работает. И даже если где-то в вашем теле, например, есть какое-то недомогание, но подумайте о том, а сколько процессов продолжает работать. Даже если какой-то процесс сбился, например, там, не знаю, там, сейчас у вас температура, да, вы болеете, или у вас, например, там с гормонами что-то. Но подумайте, и это всего лишь там 2% может быть от всего организма, да. Но подумайте, а сколько процентов у вас работает. Что вы просто продолжаете дышать, и у вас нормально идет дыхание. Вы продолжаете переваривать пищу, и выходите в туалет. И у вас еще миллиарды, миллиарды процессов происходят, чтобы вы жили. И я это говорю для чего? Когда мы начинаем на это обращать внимание и задумываться, мы можем начать уважать, любить и быть благодарными своему телу за то, сколько вещей оно делает, и мы об этом даже не задумываемся. Мы просто живем дальше свою жизнь. И очень часто мы, когда у нас что-то начинает болеть, мы начинаем об этом, мы начинаем на это обострять внимание и говорить, что вот у меня вот это не работает, вот я там. Ну, то есть мы начинаем очень сильно обращать внимание на то, где у нас что не работает, но не обращаем внимания и не задумываемся о том, а где у меня и что продолжает работать. И я это говорю для того, чтобы просто напомнить вам, обратить ваше внимание на то, насколько вы можете, даже несмотря на то, что у вас где-то есть, может быть, какое-то недомогание в теле, насколько при этом можно быть в восхищении, в уважении и в благодарности к своему телу. Потому что оно все равно продолжает во многих вещах работать. И у нас очень часто в жизни так. У нас есть 2-10% в жизни, которые у нас еще не работают в деньгах, в отношениях, еще где-то. И мы начинаем на этом заострять внимание и обижаться на это, злиться на это, раздражаться на это, ругать себя или жизнь, или еще происходящее. Но забываем обращать внимание на то, где у меня уже что работает, а где сколько всего у меня сработало. Потому что если вы в теле, то, по крайней мере, несмотря на все, что происходит в мире, вы живы. У вас, скорее всего, есть телефон сотовый или ноутбук, если вы смотрите эту запись. У вас есть, скорее всего, крыша над головой, потому что вы, скорее всего, не на улице это смотрите и не на улице живете. У вас есть еда и еще много-много-много-много прекрасных вещей. И что, если мы начнем перечислять и обращать внимание на эти вещи, которые у нас уже есть, которые у нас уже сработали, на наши отношения, которые у нас уже есть, еще на какие-то вещи, и в том числе на то, а что у меня сработало в теле. Потому что у меня есть кожа, которая, ну да, может быть, где-то есть, там, не знаю, там, пигментное пятно, может быть, еще что-то есть. Но она в порядке. У меня есть, да, там, может быть, где-то ломба, где-то там зуб, который уже, ну, там, например, я утолила. Но у меня еще есть много здоровых зубов, и что если я буду обращать внимание на них и буду радоваться, что они у меня есть, и буду благодарна им и себе, и своему телу. Я вот про это говорю. И дыхательная система, как я уже сказала, она очень сильно связана с нашим сердцем. И поэтому очень часто, когда мы злимся, обижаемся, когда у нас происходит какое-то неприятное событие, мы, у нас перехватывает дыхание, да, и мы чувствуем боль в области груди. И не всегда это боль, которая у нас на сердце. Она может быть и сердечная, но очень часто она еще и связана как раз с дыхательной системой. И поэтому помните, да, о том, что слышали, наверное, такое, что когда у тебя что-то там происходит, типа там ты разозлился, кто-то там тебя обидел или что-то, прежде чем отвечать, подыши, да, посчитай до 10. Потому что вот как раз дыхание помогает просто начать переваривать эту энергию. То есть, когда, например, мне кто-то что-то сказал, что меня задело, у меня в теле начинает происходить определенный химический процесс, определенная реакция. Идет определенная энергия. И если я просто подышу, я дам этой энергии перевариться. А на самом деле эмоция, она длится примерно 90 секунд. Но когда мы не даем ей перевариться, когда мы на нее не обращаем внимания, когда мы не даем ей выйти, и выйти, это не значит наорать на этого человека. А выйти, это просто вот как раз через дыхание пройти этому процессу. То тогда, да, то есть если мы не сделали это, мы зажали, мы вот вместо того, чтобы продышать это, просто подышать с этим, мы это раз и... И мы это где-то заблокировали, и мы это проглотили. И потом это переходит в наши симптомы болезней, в то, что наше тело просто уже не может в себе это все складировать постоянно. Да, надо в какой-то момент это начать проживать и выпускать. И, кстати, если вы, да, делали медитацию хотя бы одну, вы знаете, что в начале медитации, как правило, всегда обращают внимание на дыхание. То есть давайте подышим, да, давайте расслабимся, начнем дышать. Потому что как раз с дыханием мы уже помогаем телу расслабиться, и уже начинается процесс какое-то отпускание того, что было заблокировано и зажато. И если говорить про легкие, то легкие, они на самом деле очень хотят радоваться. То есть это та энергия, которая на самом деле очень благодатна для легких. Легкие, они издряя называются легкими, потому что они очень стремятся к тому, чтобы у нас была легкость в эмоциях, чтобы мы легко умели отпускать и проживать. И как раз если мы не умеем легко отпускать, легкие начинают болеть. То есть для легких тяжелыми, когда мы их нагружаем сожалениями, когда у нас много сожалений, когда у нас много критики и печали, которую мы не отпускаем и не проживаем, то легкие начинают страдать от этого. И они начинают болеть. То есть вся, в принципе, дыхательная система. Но я говорю больше про легкие, да, про бронхиолы, то есть про то, что находится уже более глубоко, не в начале пути. Хотя у нас тут, в принципе, в пазухах тоже есть гайморовые пазухи, то есть они тоже связаны с дыхательной системой, и там тоже разные процессы происходят. Но я говорю сейчас в общем, в целом, про легочную, про дыхательную систему. И вот эти чувства, как грусть, печаль, сожаление, ощущение ненужности, ощущение одиночества, критика, критика причем по отношению к себе, вот это все, оно очень сильно нагружает наши легкие. Также, что может помочь, да, например, легким, это когда мы просто учимся и позволяем себе скорбеть, то есть, но не застревать в этом. Потому что еще раз скажу, если мы то чувство, ту эмоцию, которая сейчас идет, позволили себе прожить, вместо того, чтобы ее блокировать, вместо того, чтобы от нее прятаться, вместо того, чтобы ее отрицать или избегать. Очень часто у нас происходит избегание наших чувств и эмоций. Но если мы не избегаем, а проживаем, то тогда у нас происходит как раз отпускание и выздоровление. На самом деле, нам, когда что-то у нас происходит, например, если ушел близкий, неважно, ушел он физически, да, то есть вообще из жизни или ушел от вас, но это потеря определенная. И важно давать себе время и пространство, прожить эти чувства, которые там идут. А мы же, как очень часто у нас происходит, мы считаем, что надо быть стойкой, да, и нам окружающие очень часто так говорят, держись, будь сильной, там, еще какие-то такие слова. И это подразумевает, как будто, что я не могу поплакать, что я не могу поскорбеть, попереживать, а мне нужно это, потому что это то, что сейчас я испытываю. Но когда я вот на это не хочу смотреть, или, например, у меня нет времени переживать, потому что у меня дети, работа, обязанности, кредиты, еще что-то, еще что-то, еще что-то, да, и у меня нет времени посмотреть просто на свои чувства. Но тогда эти чувства как раз где-то начинают в теле скапливаться, как непрожитые, и потом перерождаются в болезни, в то, что уже тело не может со всеми этими чувствами просто справиться. Какое-то время оно может, да, и поэтому у нас, как говорят, что, ну, уже возраст, да, уже типа вот поэтому, да, там какие-то вопросы со здоровьем возникают. А на самом деле нет. На самом деле, если бы мы постоянно просто позволяли себе проживать те чувства, которые у нас происходят, то они бы не копились в теле, и тогда не было бы вот этого состояния, да, что с возрастом там начинает и то, и то, и то болеть. Это на самом деле все просто наши непрожитые чувства болят. Это не тело. Ну, то есть это тело, да, но тело болит от непрожитых чувств. И поэтому слезы и умение плакать и просто переживать в моменте то, что происходит, или, например, если не было возможности прожить это в моменте, то потом выделить для этого время, пространство, вернуться и прожить, все равно дать себе это прожить. Вот это все очень помогает вообще в общем телу, но в том числе, да, если мы говорим сейчас про дыхательную систему, то это очень помогает легким. А еще очень часто, вот как раз, да, почему дети начинают болеть очень много бронхитами и так далее, это как раз про то, что у нас нету позволения даже с детского возраста прочувствовать, прожить свои эмоции, потому что в нашей культуре, я, кстати, вот могу такую небольшую ремарку привести, что я наблюдала за тем, как это происходит в Европе, ну, тут, в частности, во Франции, там нету такого, что детей затыкают, если они плачут. То есть, да, может, ребенка будут успокаивать, разговаривать с ним, но вот таким образом, как я наблюдаю это здесь, да, в России, когда ребенок плачет, а на него начинают орать. «Прекрати! Что ты устроил тут мне?» И ребенок еще больше пугается, и вместо того, чтобы прожить свои эмоции, он пугается своих эмоций, он пугается, что своими эмоциями он становится неугодным, да, что на него, за его эмоции, когда он проявляет свои чувства, на него, то есть, его не понимают и не принимают его чувства. И, а для ребенка это очень страшно. И ребенок просто зажимает это все, естественно, а потом родители удивляются, почему, да, вот что вот мы замучились там с бронхитами. Но, и, кстати, врачи даже говорят, да, что, например, когда маленький ребенок плачет, младенец, я имею в виду новорожденный, например, да, там до, там, например, шести месяцев, ему надо даже дать проораться, потому что он так легкие свои развивает. Но у нас считается, что неприлично, да, неприлично вот так вот, когда ребенок у тебя плачет. Ты плохая мама. И поэтому мама всячески пытается ребенка успокоить. А что, если ему не надо сейчас даже успокаивать его не надо? То есть, типа, у него ничего не случилось, ему просто надо проораться. Вы понимаете, что, если ему просто надо проораться? Это то, что ему сейчас надо, это его потребность эмоциональная, телесная. Я, конечно, не говорю о том, что, да, там, когда ребенок орет до посинения, что у него там потом грыжа выскакивает. Надо смотреть по ситуации. Понятно, что, если, например, вы подошли, там, ребенок, ну, то есть, ребенок, например, ему надо просто поменять сейчас пеленку, потому что он в туалет сходил, да, поменять ему там подгузник или еще что-то, или покормить, то это одно дело. Но иногда, может быть, ему действительно просто сейчас у него идут какие-то чувства, какие-то эмоции, и важно в этот момент его не затыкать, не успокаивать, а просто побыть с ним рядом, принимая эти эмоции. Представляете, если бы у вас у каждого в жизни был человек, который мог просто рядом с вами поприсутствовать, когда у вас идут какие-то эмоции, не успокаивать вас, не давать вам советы, не затыкать вас, да, не говорить вам о том, что ну хватит, хватит, успокойся уже, ну что ты устроил, а просто дать вам прожить ваши эмоции, которые у вас сейчас выходят, и быть с вами рядом по-честному, то есть, знаете, есть такое понятие честное внимание. Это когда человек присутствует рядом с вами, но он присутствует в этот момент сто процентов для вас, с фокусом на вас. Не так, что, например, я сижу рядом с ребенком, у него там какой-то процесс происходит, а я в этот момент сижу в телефоне, да. А когда я именно присутствую с ним, с фокусом на него и просто рядом с ним, чтобы он понимал, что он со своими чувствами не остается в одиночку, потому что еще, к сожалению, ну, я не обвиняю родителей сейчас, которые так делали, потому что они просто не знали об этом, не умели, да, я это сейчас рассказываю не для того, чтобы те, кто из вас родители, почувствовали себя виноватыми, потому что я прекрасно понимаю, что мы все росли в такой системе, это просто наше было, ну, нормальное такое состояние, но даже если это было так, мы же сейчас можем это поменять, потому что я периодически, да, когда работаю с клиентами, наталкиваюсь и на такие истории, что когда ребенок плакал, он был неугоден, и его просто отправляли и закрывали одного в комнате, типа, иди туда, подумай над своим поведением, успокойся, потом придешь, то есть ребенок опять же в этот момент чувствует что, что его бросили наедине с его эмоциями, а ему, он не умеет пока их проживать так, чтобы они легко выходили, чтобы они, он сам не понимает, что с ним происходит, ему хорошо бы в этот момент, чтобы рядом с ним был взрослый, который просто обращает внимание, да, на то, что с ним происходит, и просто готов побыть с ним и принять его, и поверьте, если взрослый действительно будет в принятии к эмоциям ребенка и даст ему их просто выжить, прожить их, выпустить их, то ребенок через какое-то время сам успокоится, ну, правда, то есть есть даже видео такое в фейсбуке, как-то я нашла, мне показали, где именно папа рядом с плачущим ребенком находится где-то, ну, может быть, 10 минут максимум, может, 15 там минут, да, но за это время просто ребенок плачет, 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 и потом, когда он проплакал, выпустил все свои чувства, которые у него шли, он сам успокоился и сам пришел к папе в объятия, и папа даже его не старался обнимать, успокаивать, он просто был рядом с ним и всем своим присутствием позволял ребенку это все прожить, то есть я вот про это, и даже если еще раз говорю, даже если в нашем детстве не было такого, я предлагаю вам просто каждому, когда у вас идут эмоции, дать себе вот такое присутствие, когда я не бегу от своих эмоций, не прячу их, не подавляю их, а я выделяю для себя место и пространство, чтобы сесть и побыть со своими эмоциями и прожить их, вот то, что сейчас, например, у меня идет, злость, грусть, гнев, тоску, печаль, все, что угодно. Также в легких живут такие программы, как программы жертвы, когда есть привычка получать внимание, любовь и поддержку только тогда, когда я болею. Опять же, это все чаще всего из детства, потому что мы уже как-то где-то про это говорили, по-моему, на иммунитете, но еще раз повторю, что у нас порой бывает такой момент, что ребенок получает внимание только тогда, когда он заболел, потому что обычно родителям бывает не до него. И когда ребенок заболел, сразу к нему повышенное внимание, типа, а что ты хочешь, давай там полежи, хочешь я с тобой посижу, за ручку тебя подержу, сказку тебе почитаю, в школу не ходи сегодня, а какую тебе вкусняшку. Ну то есть, может быть не так, но все равно ребенок получает, чаще всего, когда он болеет, какое-то особое внимание, которого ему в повседневной жизни может не доставаться. И тогда просто закрепляется привычка, что чтобы получить внимание, чтобы получить сочувствие, чтобы получить поддержку, доброту, еще что-то, мне нужно заболеть. И эта программа порой неосознанно начинает работать и во взрослом возрасте. Ну и часто, опять же, она работает у детей. Когда мы привыкли к наказанию, когда мы привыкли сами себя наказывать, когда у нас есть программа вот это наказание, что если я что-то не так, не то сделал, мне нужно или самому себя наказать, или я жду наказания. Вот эта программа, она тоже приводит к заболеваниям легких, когда есть самоистязание, когда есть постоянная самокритика, такой внутренний критик, который вечно всем недоволен. То есть, что бы я сделала, вернее, что бы я не сделала, мой внутренний критик всегда недоволен, всегда говорит, а здесь можно было бы лучше сделать. А вот тут все-таки вот молодец, хорошо, да, но могла бы еще там вот так. Очень часто это, опять же, связано с тем, что как к нам в детстве относились, потому что в детстве, возможно, да, тоже в семье была такая обстановка, что кто-то из родителей, значимый был, всегда недоволен моими результатами. И понятно, что родитель был недоволен не потому, что он на самом деле был мной недоволен, а потому что он просто хотел, чтобы я еще лучше стал, потому что очень часто у нас это выступает в роли мотивации, да, когда вместо того, чтобы нас похвалить, нам говорят, там, ну, мог бы еще лучше, да. Ну, все равно, да, вот здесь молодец, а вот здесь еще там не молодец. Опять же, я говорю, это просто такая программа, которая, паттерн поведенческий, то есть это просто как наши родители, или мы сами привыкли себя мотивировать, да, или наши родители привыкли так мотивировать нас через такое недовольство. Но если мы это осознаем, мы можем начать это сознательно у себя менять и начать себя хвалить за любые достижения, то есть, а может быть, даже не искать каких-то достижений, а просто начать хвалить себя и радоваться тому, что я вообще есть. Вот, я сегодня утром встала, сходила в душ, я молодец, я бы могла этого не делать и ходить, ходить грязнули, да, ну, типа, я так утрированно говорю, но тем не менее, то есть, что если мы начнем замечать любые свои, даже какие-то повседневные вещи, которые мы делаем, мы считаем, что так и должно быть, но на самом деле нет, на самом деле, а что если не все люди так делают, да, и вообще даже на самом деле не важно, кто как делает, но если я это сделала, я молодец, а что если я молодец, просто вообще потому, что я есть, да, что если я начну себя хвалить и радоваться, и благодарить себя вообще просто за то, что я есть, за все свои, вообще просто за свое присутствие. Даже не ища за что, да, а просто вот как раз это про безусловность, потому что мы очень всем, наверное, ну, даже если неосознанно, но стремимся к тому, чтобы познать безусловную любовь. И мы очень хотим, чтобы нас любили просто так, а не за что-то. Но важно, чтобы мы начинали это с себя, чтобы мы себя начинали любить просто так, а не за что-то. И тогда это будет все, этого будет все больше и больше вокруг нас происходить. В этом, в отношениях с легкими еще также работает очень сильно добродетель, такая энергия, которая называется пощада. То есть пощада, это такая энергия, которая, вот знаете, когда, например, есть кто-то, кто меня обидел, и он не прав абсолютно, сто процентов он не прав. И кто бы не посмотрел на эту ситуацию, каждый человек бы сказал, он не прав, и ты можешь ему там в ответ, там, например, что-то сделать, потому что он не прав, он тебя обидел или что-то. И у меня есть сила и возможность что-то сделать в ответ. Но я выбираю по-другому, я отступаю, я говорю, нет, я не буду ему мстить, да, я не буду ему отвечать. Это вот на самом деле во во многих религиях про это тоже есть, да, там в христианстве про это говорится, подставь, типа, ударили по правой руке, по правой щеке, там, подставь левую. Это не про то, что я терпила, да, что меня тут лупят, а я, типа, спускаю все. Это вот как раз про добродетель пощады, про то, что я не буду отвечать так, что даже если у меня есть возможность, сила, и все на моей стороне, и правда на моей стороне, да, и все на моей стороне, а я не буду в ответ так делать. Но это же самое пощады работает и в отношении себя, потому что мы очень часто себя не щадим, да, мы очень часто к себе относимся нещадно, когда мы себя нещадно эксплуатируем, когда мы себя не щадим на уровне именно отношения к себе, на уровне слов, как мы про себя думаем. И вот это добродетель пощады, когда я отступаю, когда я не хочу дальше причинять боль, да, даже если мне больно и мне причинили боль, я не хочу в ответ тоже причинять эту боль. То есть вот это добродетель пощады. И также важно посмотреть, помогает, да, что помогает в отношении легких и дыхательной системы, это посмотреть на то, может быть, а где, что мне мешает пощадить себя, где я по-прежнему думаю, что для того, чтобы достичь результата, мне надо себя мочить, да, мне надо себя мотивировать вот через недовольство, через критику, через вот это вот самобичевание, самоничижение и так далее. И просто начать хотя бы обращать на это внимание. И когда обращаю на это внимание, делать другой выбор. Что если я сейчас сделаю по-другому? Что если я сейчас не буду себя там за это критиковать и мочить, а дам себе отдохнуть, а дам себе любви и поддержки, а скажу себе, что я вообще так-то молодец и начну замечать, что во многих вещах я там сделала или сделал классно, и я уже преуспел. Про успех я тоже могу, конечно, много говорить, это очень интересная тоже тема. И сейчас я немножко так, сейчас я посмотрю, насколько болезнь, у меня на самом деле тут и по состояниям достаточно много, я очень много сегодня говорила именно про саму легочную систему, про саму дыхательную систему. Но давайте начнем, я сейчас про пару состояний скажу, потом передам слово Ирине. Ирина нам расскажет про продукцию, нашу натуральную, замечательную, любимейшую из сибирского здоровья, которая поможет и поддерживает нашу дыхательную систему. На самом деле по отношению к дыхательной системе, да, можно рассмотреть и те продукции, те продукты, про которые мы говорили на теме иммунитет, потому что они все равно, да, рядом, близко. Но есть именно те какие-то вещи, которые, та продукция, которая непосредственно прям для дыхательной системы. А на следующей встрече уже мы поговорим про оставшиеся состояния, потому что сейчас я их перечислю, да, о чем я хочу рассказать. То есть это астма, это просто простуда, в общем, синусит, бронхит, пневмония, туберкулез, амфизема, гайморит, аденоиды, также попеломы, рак легких и ларингит. То есть это вот все, если у вас есть какое-то еще, вы напишите, да, я подготовлю тоже информацию. Это просто то, что у меня уже есть сейчас готовое, про именно состояние легких. Итак, если говорить про астму, то как раз астма это подавленная такая, подавленный плач, невыпущенный плач, когда человек постоянно подавляет и не выпускает вот эмоции, которые его, которые вызывают у него слезы, да, то есть подавленные слезы, подавленный плач и непрожитая скорбь. Очень часто астма, если это с детского возраста, то это как раз как показатель того, что ребенок где-то находился в стрессе и не справился с эмоциями, не выпустил их. И они вот как раз у него так спрессовались так, что начали уже проявляться как астма. Это тот момент, где астма, это как тот момент, где человек переступает через себя. То есть когда человек не живет в согласии со своими желаниями, в соответствии, в согласии со своими чувствами, а переступает через себя, у него может начать развиваться астма. Я вам даже на собственном примере скажу такой момент. У меня начиналась астма, когда я работала в детской реанимации, и это был тот момент, где я переступила через себя, потому что на самом деле изначально я не хотела идти в медицину, я просто смирилась в какой-то момент с настоянием своей бабушки, которая меня туда всячески там пихала, потому что ей так было выгодно, она так хотела, она так видела. И я переступила через себя, смирилась, пошла, отучилась на медика, начала работать в медицине, но все равно вот этот момент, что я переступила через себя, он у меня в итоге начал выливаться в то, что у меня началась аллергия по типу бронхиальной астмы. И вот когда еще примешивается аллерген, то надо смотреть тогда, то есть что с этим аллергеном, то есть какие отношения с этим аллергеном, на что, потому что у меня например как раз аллергия началась на хлорамин, на хлоросодержащие препараты. И вот это вот все как раз было связано с тем, что я работала там, где я вообще в принципе так-то работать не хотела. И в итоге я все равно два года проработала в медицине и ушла оттуда, да. Конечно, эти знания, они мне очень помогли и помогают по жизни, и я им благодарна. Но просто сам факт того, что это был не 100% мой осознанный выбор, а вот вот я себя переступала, оно привело в итоге вот к этому. Сейчас с этим все в порядке, я это все проработала, исцелила, поэтому сейчас у меня аллергии этой нету, то есть этих последствий нету. И также астма, да, это состояние жертвы, когда вот я не даю себе дышать полной грудью, да, то есть я не живу своей жизнью. Простуда. Это я вот говорю про болезни, про эти состояния кратенько. Простуда. Простуда, во-первых, это очень сильно коллективное сознание, потому что у нас очень сильно в коллективном сознании есть вот эта тема, что началась осень, все болеют, вот. А если все, то я же тоже все, я же тоже отношу себя к обществу. Ну, значит, типа и, да, вот все болеют, а в это все я включаю себя. И если просто отключиться вот от этого коллективного состояния, от этого коллективного верования, что есть определенный период там в году, да, там, когда все болеют, то вас это тоже может не коснуться, да. Пусть даже все болеют, но я буду жить по-своему, да, то есть мне не обязательно быть, как все. Ну, вот там есть с чем поработать, что посмотреть, но если вот это убрать у себя из подсознания, из своего, своей системы верований, то вот эта осенняя коллективная простуда, она тоже может вас легко обходить стороной. и также еще такая простуда вот эта, такая сезонная, она очень часто возникает, когда у человека очень много всего произошло, и у него такая возникает умственная путаница и усталость. Это поэтому очень часто это возникает еще осенью у детей, да, потому что они, например, летом у них было спокойное состояние, когда они там были на каникулах, а потом они пошли в школу, в садик, а там очень много всего происходит, и ребенок не успевает это все переваривать, и у него возникает вот эта вот путаница в сознании, в эмоциях, в проживаниях, и возникает даже вот именно не физическая усталость, а такая эмоциональная, умственная усталость, особенно у школьников, и они начинают поэтому болеть. Поэтому, конечно, это очень хорошо, что у нас есть каникулы, в принципе, не просто так они, да, тоже устроены, но с этим, что я еще могу порекомендовать сделать, если вы замечаете, если у вас есть, конечно, такая возможность, но если вы замечаете, что, например, вот у вас ребенок ходит в школу, а потом в какой-то момент он начинает ныть и говорит, ну, давай там завтра не пойдем, ну, я так устала, на-на-на. Вот если вы ему дадите денечек отдыха, да, то, скорее всего, он в этот день хорошо отдохнет и не разболеется, потому что у меня, мы там с одной клиенткой так работали на эту тему, и она просто начала это отслеживать, что когда ребенок уже вот прям наотрез, да, там, отказывается идти, там, упрашивает, она его оставляет дома, он этот день отдыхает, и потом он спокойно дальше ходит и не заболевает. Но если она этот момент, его силком все равно, да, отправляет там в школу, все, то есть он потом заболевает на две недели, понимаете, то есть иногда лучше дать один день восстановиться, выдохнуть, чем потом две недели, да, решать вот эти вопросы с там, с простудами, с бронхитами, с урвы и так далее. Синусит. Синусит, в синусите присутствует ощущение раздражения, то есть там где-то накапливается раздражение, которое выводит в синусит, и надо просто посмотреть, а что вызывает мое раздражение, и разобраться с этой вещью, с этим человеком, с этим явлением, то есть обратить на это внимание. Бронхит. Бронхит – это очень сильное напряжение в семье чаще всего, то есть вот когда как раз я уже говорила, да, про до этого, когда говорила, в общем, про легочную систему, но если говорить конкретно про бронхит еще, то это вот как раз, когда есть какое-то напряжение в семье, потому что если, ребенок особенно, да, если, то он очень чувствительен к напряжению, он очень сильно считывает, потому что от родителей зависит его жизнь, его выживание, и он очень четко, очень настроен на родителей, на их состояние. И если он ощущает в семье напряжение, то он начинает это очень часто брать на себя. Дети очень часто, у детей есть такая, у всех детей в принципе, ну, не могу сказать, что сто процентов, сейчас дети совсем немножко другие, да, или совсем другие, но все-таки у детей есть такая в психике такой момент, что дети до определенного возраста считают, что все, что происходит вокруг них, это их ответственность, то есть они очень склонны брать ответственность за то, что происходит в семье, на себя, и если в семье чувствуется напряжение, ребенок начинает переживать очень из-за этого, и соответственно, этого проявляется в виде бронхита. Если у родителей, может быть, даже не между ними напряжение, но в каких-то вопросах у родителей есть напряжение, ребенок это считывает и начинает брать это на себя, и начинает это через себя, эти все чувства, эти все энергии переваривать через состояние бронхита. И поэтому, когда, например, родители говорят, да, вот ребенок сильно болеет или там часто болеет, я всегда говорю, работайте с собой, потому что проработав у себя, поменяв свое внутреннее состояние, вы дадите ребенку возможность тоже со своей энергией разобраться. Можно, конечно, и с ребенком поработать, ну, я имею в виду на уровне энергии, подсознания и так далее, но также и с родителями, то есть все мы в одной семье, да, мы взаимосвязаны. И также, когда в семье, например, когда у ребенка вот присутствует чувство вины, и не обязательно у ребенка, то есть вообще если это взрослый с бронхитом, то это еще про чувство вины, про то, где человек себя чувствует виноватым. И также это как тема наказания или самонаказания и внутренняя борьба, то есть либо вот борьба в семье, либо у человека внутри внутренняя борьба. Вот опять Опять же, у детей я наблюдаю, что такая внутренняя борьба идет, когда, например, у родителей нету лада, а у ребенка, ребенок, да, это 50%, мама 50%, папа. Если идет борьба между родителями, у ребенка внутри тоже начинается вот эта борьба, потому что внутри его мама и папа, они не в мире. И это проявляется, опять же, в виде бронхитов. Наверное, на сегодня я по болезням завершу, остальные состояния, про остальные диагнозы мы поговорим в следующий раз, то есть это будет, еще расскажу, пневмония, туберкулез, физема, гайморит, аденоиды, папиломы, ларингит и рак легких. Если у вас еще, опять же, да, какие-то есть вопросы по каким-то состояниям легких, которые я не назвала, пожалуйста, пишите, я подготовлю информацию и поговорим об этом. У меня на сегодня все. Спасибо, Лена. Дорогие друзья, и продолжим. Вот еще хотела на что обратить внимание, Лена рассказывала про то, что, значит, ну и такое шло противопоставление, что, значит, в России так, во Франции так. Я знаю, что сейчас обратила внимание, не знаю, конечно, как во Франции, но в России сейчас очень много именно таких мам, которые, мне, кстати, это тоже не нравится. Они дают ребенку проораться, но знаешь, в какой степени вообще не обращают на него внимания, где он кричит, как он кричит, в кафе ли это он носится и мешает всем. То есть вот существуют вот такие вот крайности. Конечно, есть такие мамы, как вот у нас Юля, наверное, слушает она нас сейчас, которые внимательны к детям. Если ребенок, даже если мы разговариваем, допустим, с ней на встречи, на бизнес-встречи, но ребенку в этот момент что-то нужно, она, естественно, отвлекается, решает все свои дела, разговаривает с ребенком, понимает, что ему нужно и что она может ему именно в этот момент дать. Вот. И потом уже мы возвращаемся к разговору. Я про что? Что сейчас вот настолько вот эти вот две крайние почему-то идут эмоции вообще не обращать. То есть сейчас никто не затыкает. Сейчас либо вообще не обращают внимания. Вот. И вот это вот вторая некрайность, а именно, на мой взгляд, очень правильное поведение, когда обращаются к ребенку, узнают, что нужно, ну, как-то это все минимизирует вот этот вот стресс. Все равно, когда ребенок плачет, и он заходится прямо от плача, не обращать на это внимание, я тоже считаю, что так нельзя. Ирина, а я не говорила, что не обращать внимания. Я же как раз и говорила, что важно с ребенком в этот момент как раз. Да, я тоже про это. Я просто что хочу сказать, что сейчас у нас вот этого, когда не обращают внимания, не затыкают, а не обращают, наоборот, стало почему-то достаточно много. Вот. Ну, или родители такие не совсем осознанные, или что. Потому что, когда ребенок плачет, ну, нужно быть рядом с ним. Даже если он не успокаивается, но все равно не бросать его на произвол судьбы, потому что, ну, это, знаешь, когда маленький плачет, понятно, там, может быть, кушать хочет, подгузник поменять, что-то болит. А когда большой, ну, с ним можно просто поговорить, я не знаю, по головке погладить, к себе прижать. Ну, в общем, разные бывают ситуации. Вот я как раз говорю, смотри, вот этот момент, когда ребенок начинает плакать, а мы его начинаем к себе прижимать, это тоже момент подавления на самом деле. Я говорю, что можно, если вы, например, в торговом центре, и у ребенка истерика, выйдите с ним, дайте ему на улице проораться, то есть просто присутствуя рядом с ним, чтобы он понимал, что вы его не бросили, что вы его не затыкаете, вы его не успокаиваете. Потому что, когда мы начинаем успокаивать, прижимать к себе, типа, ой-ой, хорошенький, ну ладно, ну что ты, давай успокойся, там, на-на-на. Это же все равно, опять же, момент, типа, по-хорошему, но все равно это тот момент, где все равно человеку не дают. И он потом начинает так же сам себя с собой вести. То есть вместо того, чтобы дать себе прожить эмоции свои, он начинает себя успокаивать. Ну ладно, ну ладно, ну что ты, ничего страшного. А если эмоция идет, значит, она, ну, значит, ему сейчас страшно. Значит, сейчас это то, что ему надо ее прожить. Опять же, если выводить, если выводить, то знаешь еще, как некоторые делают, дергая, с таким злом, и вот, ну, то есть спокойно как-то, наверное, вывести, да? Вот я про это и говорила, что начинают дергать, начинают, ну, типа, вот, что ты устроила, ну, то есть начинают разговаривать именно таким тоном. И я имею в виду, что даже все равно у нас в культуре есть вот такой момент, да, я, не то чтобы это противопоставление, но, например, ребенок заходит в транспорт с родителями, и у ребенка, он маленький, у него эмоции, он такой, вот я вчера просто наблюдала, да, в автобусе ехала, ребенок заходит и такой, ой, мама, мама, смотри, местечко! И такой довольный, бежит, ну, там девочка, не знаю, лет пять, наверное, да, она такая довольная, счастливая, там, бежит, там, значит, к месту свободному такая, и мама ей сразу, тиши, что ты разоралась? Типа, она никого не побеспокоила, люди, наоборот, с таким умилением посмотрели, я посмотрела, думаю, вот, нам у детей учиться, она счастлива, что место свободно в автобусе, вот, все, у нее классно все, то есть, но нам сразу, да, это мешает, почему нам это мешает? Потому что мы сами себе не даем эти эмоции проживать, мы же сами не радуемся, у нас же все должно быть чинно, благородно, спокойно, как еще сказать, да, там, типа, в рамках, да, и мы не даем себе ни эмоции прожить, ни когда мы плачем, ни когда мы радуемся, да, мы становимся такими эмоциональными роботами, у которых все ровно, и поэтому, когда кто-то рядом позволяет себе эти эмоции, нас это начинает напрягать и раздражать, да, да, если это свой, твой собственный ребенок, который позволяет пока себе эти эмоции, а ты себе эти эмоции не позволяешь, да, то, конечно, начинаешь на него злиться, и вопрос-то как раз, что работать с собой, где я свои эмоции не дала прожить, и не проживаю без спор. Модели поведения, они идут еще вот оттуда, и мы их, к сожалению, проецируем, часто проецируем, но я рада, что у нас стали появляться осознанные мамы, которые сейчас у нас, кстати, присутствуют на нашем эфире и слушают нас. Ну и давайте дальше продолжим. Вот Елена очень хорошо рассказала про физиологию, про дыхательную систему, потому что, да, вот странно, вроде казалось, пищеварительное и дыхательное, а начинаются-то они в одном месте, то есть вход – это вот носоглотка наша, представляете? Как природа все-таки это придумала, ну просто идеально, да? Ну и не буду тогда останавливаться вот на какие органы относятся, это все Лена тоже хорошо рассказала. Я бы хотела рассказать про кашель, виды кашля и его лечение. Ну вот универсальный схем лечения этого симптома, а это симптом прежде всего, понимаете? То есть это не болезнь сама по себе, это симптом. Ну, универсальных схем не существует, но хотя бы потому, что существует сухой кашель, влажный кашель, он еще продуктивным называется, да? Что делать при сухом кашле? Ну, здесь разные методы и средства. Когда даже бывает у больного неспособность откашливаться, это вызывает серьезный дискомфорт, и, естественно, врач может назначить один из синтетических препаратов для подавления кашлевого рефлекса. А здесь нужно как раз вот, как Лена рекомендовала, ну просто подумать, что могло вызвать и так далее. При влажном кашле работать гораздо проще, потому что мокрота выделяется, вот, а она отходит легко, и продуктивный кашель, но он выполняет свою защитную функцию. Здесь хорошо себя, конечно, зарекомендовали травы, и мы расскажем еще про наши средства, которые тоже очень хороши. Они разжижают мокроту, обеззараживают и так далее. Про них немножко попозже. И причины скопления вязкой слизи. Это могут быть инфекции, прежде всего вирусные, бактериальные, грибковые, паразитарные, кстати. Вот, то есть, тоже мы про это говорили, на антипаразитарной программе, что когда ребенок, человек, взрослый кашляет, не всегда нужно лечить сам кашель, а может быть, можно с паразитами нужно поработать. Это может быть аллергия, пыль, инородные тела, астма, сердечная недостаточность, кстати, тоже, тоже это может зависеть. Ну и основные натуральные средства. Это растения, конечно. Они содержат огромный выбор фитобиоактивных веществ. Они воздействуют на выработку, вязкость, подвижность слизи и защищают дыхательные пути. Воспаление, конечно, всегда делает кашель болезненным. И выброс жидкой мокроты требует меньших усилий, боль ослабевает. Большинство трав действуют комплексно. То есть, как они работают? Они помогают от кашельца раз, они расширяют бронхи, они уменьшают воспаление, дезинфицируют, дают в то же время порцию биодоступных витаминов, улучшают пищеварение, и многие из них еще обладают мочегонным эффектом. Из них готовят чаи, настои, отвары, помогают также сиропы, экстракты. Ну и список таких растений достаточно велик. Я вот ту, которую здесь представила на картиночке. Это всем известный эвкалипт. Это имбирь, это мята перечная, анисовый соп, его еще называют многоколосник, фенхелеры, липа, листья фиалки. Но нужно соблюдать меры предрасположенности, предосторожности. Почему? Да потому что покашливание и насморк вообще-то редко, конечно, свидетельствуют о серьезных респиратурных инфекциях. Но если не обращать на них внимания, они будут перейти в бронхит или воспаление легких. Кстати, вот про это я буквально вчера, по-моему, говорила пять ошибок, которые мы допускаем, когда вот просто почувствовали недомогание. Допустим, ну что такое несерьезное? Там все немножко покашливание, небольшая температура. Что на это обращать? На это нужно обращать внимание, особенно если недомогание у нас продолжается больше трех дней. Вот. И про наши средства. Вы знаете, вот этот напиточек с арабиногалактаном, лимонным имбирь, и вообще с некоторых пор моим самым любимым, когда вот только какие-то недомогания в семье случаются, может быть, температура повышается, или вот кашлять начинает, или вот только-только у вас, как говорится, засвербило в носу и запершило в горле, сразу можно начинать. Но это получше, чем вот всякие разрекламированные средства из аптек. Это цитрусовый напиток. Он служит в основном для поддержки иммунитета. Но смотрите, какой состав. Арабиногалактан, витамин D3, молотый имбирь. Они как раз позволяют укрепить организм и повысить сопротивляемость к инфекциям. И про арабиногалактан немножечко подробнее. Что это такое? Ну, это водорастворимый полисахарид. Он получается из древесины, лестницы до узкой. Средства для профилактики, кстати, кроме того, что он повышает иммунитет, для профилактики сердечно-сосудистых, бронхолегочных инфекций. Работа еще желудочно-кишечного тракта идет. Корень имбиря. Корень имбиря, особенно свежий, он, конечно, обладает отхаркивающим патагонным, болеутоляющим средством, действием. Но, вы знаете, для желудка, то есть вот для желудка чистый корень имбиря не очень полезен, особенно если у вас такой нежный желудок. Вроде как он призван облегчать усвоение пищи, особенно жирной, жареной и тяжелой. Но если у вас проблемы с желудком, то корень имбиря в чистом виде, конечно, лучше не употреблять. А вот в таком напитке он будет идеальным средством. И еще травы-бестселлеры, я их называю, из Сибири. Они у нас входят во многие наши чайные напитки. Это и зизифора, и сибирский чай, и курильский чай, и душица, и хвощ, и санник, и сибирский чай, и гораздо больше. И вот еще про жидкие формы, которые будут полезны для дыхательной системы, если у нас там какие-то проблемы начинаются. Но это чайный признанный, любимый. Посмотрите, какие в нем ингредиенты. Это и ромашка, обладает жаропонижающим, успокаивающим действием. Липо, это иммунитет, это раздраженное горло, поможет успокоить и уменьшить кашель. Душица тоже облегчает кашель. Ну и яблоки, они богаты витаминами, помогают вводить токсины, улучшают работу иммунитета. Еще жид и седьмой антивирусный. Кстати, тот и тот можно деткам, однокаплен на год жизни. Я потом немножко расскажу еще как период, когда уже ребенок заболел. То есть эпам седьмой, он лучше всего работает просто для укрепления иммунитета, либо уже восстановления после заболевания. А вот эпам девятисотый, он как раз защищает дыхательную систему и способствует как раз лучшему отхождению мокроты. То есть его, если ребенок или взрослый уже заболел, то нужно каждый час взрослому по 10 капель, а ребенку каждый час капля на год жизни. И вот первые 2-3 дня буквально вот в таком режиме. Потом достаточно 3 раза в день взрослому по 10 капель, а ребенку 3 раза в день капля на год жизни. Но не больше 10 капель. Понятно, что до 12 лет мы вот в таком режиме употребляем. И чисто детская срек. Вот витамала написано, что с 3 лет. Ну, вы просто почитайте состав, если сомневаетесь. Вообще-то у нас все мамы думающие, все обучаемые, и я знаю, что очень многие дают вот этот сиропчик, но буквально вот уже может быть с полгодика, с года можно его давать. Чем он хорош? Ну, во-первых, он вкусный, полезный, он сладкий, но без сахара. Там сироп инулина, он нормальный иммунной системе, его можно давать для профилактики, для профилактики это одна чайная ложечка. Можно это детям, взрослым, даже взрослые, многие очень любят этот сироп, им побольше, конечно, для профилактики. этого сиропа компот. То есть дают, вы знаете, он не приторный, не такой суперсладкий, но слегка концентрированный, поэтому если ребенку не нравится вкус концентрированного напитка вот этого в чайной ложечке, одно четвертое стакане воды. Получается вкусный, он такой вишневый, получается вишневый, очень вкусный вишневый напиток. И если все-таки ребенок заболевает, то вы даете уже не один, два раза в день, а до пяти раз, просто в виде питья, потому что пить ему все равно нужно в течение дня, и заставить просто пить воду, но это проблематично, а вот такой напиток с удовольствием детки наши пьют. Да, про него немножко подробнее. Вот смотрите, там пять сибирских растений, аромат подорожник, тоже работают с иммунитетом, чебрец, выводит токсины, ягоды шиповника, помогают справиться с простудой малина, тоже хорошее восстановление получается после арви и ценный источник витаминов. Так, вот у меня все. Про жидкие формы может быть я еще не про все рассказала, я так что-то вспоминаю, но по-моему про все жидкие формы рассказала, как можно заботиться о нашей дыхательной системе, и в следующий раз, Лен, подключись, пожалуйста, давай обсудим, в следующий раз у нас получается вторая неделя, вторая неделя ноября, да, вкладываемся мы в этот ритм, у тебя там нет обучения, нормально? Если тебе удобно, мы можем, может, пока запись тогда остановим, попрощаемся на этом, а потом уже решим. хорошо, дорогие друзья, всего хорошего, вам ждите наших анонсов, сейчас, одну минуточку, благодарим всех за внимание, ждем ваших вопросов, откликов, до сих пор, но еще пока не Теперь же, 여러분들, даже места на подälliquи, таким бухом, проходая,